29 сентября припозднился, 10 аж 17, но тем не менее, вышел и пошел. Суббота какие-то праздники, но это хорошо, праздники. Хотелось поговорить, но почитал некоторые отзывы, как-то, знаете, перехотелось что-либо делать. Просто перехотелось делать. День очень прекрасный, и вернуть себе душевное, душевное, так сказать, равновесие. Сюда непросто, но тем не менее, это надо делать. Возвращение душевного равновесия. О, тема! Вот, возможно, на эту тему и поговорим. Естественно, какие-то известия бывают. Опять-таки, что-то не получается. Но жизнь продолжается. И не... Надо зацикливаться на этом. И, так сказать, уходить в эмоции. Больше рассуждать. То есть, я предпочитаю рассуждать. Вот я с вами стараюсь говорить однозначно. То есть, чтобы это не истолковывалось туда или сюда. Вот, в свое время, я спорил с продюсером Мариной. Вот, как надо говорить слово «есть». Я говорю, если это касается пищи, и я говорил, то надо, говорит, слово «кушать». А слово «есть» – да, одно означает это еда, вы поглощаете продукты питания. А другое – это что-то у вас есть. Например, «Лексус в гараже». «Деньги в кармане». Ну и так далее. Вот, поэтому я с вами просто рассказываю о своей жизни, чем я занимаюсь в данный момент. С чем сталкиваюсь. Если у человека, конечно, создаётся впечатление или мнение о другом человеке, как, например, было так, позвали меня в Германию, и я там где-то около месяца ездил. Чужая страна, переезды, естественно, тут лекции, встречи. Там как-то в то время было неоздоровление. И вот я останавливаюсь в одной немецкой семье, которая занимается, по-моему, там книгам. И перед ночевом на утро мне хозяйка говорит, «А я думала, мы с вами встанем в шесть часов утра, пробегимся, а вы тут девять часов и ещё спите». То есть, то, что ожидается, и то, что есть, на самом деле большая разница. Но это не говорит о том, что человек должен быть такой. Человек, как правило, многогранен. Поэтому он где-то может проявиться в одной грани, как автомеханик, а в другую грани это там его, рыбалка там, путешествия там, ищу какие-то увлечения. Вот такая вот беседа. Насчёт того, что я говорю. О, котик. Киска. Это кошечка. Ну, что ты, что ты. От солнышка они нагрелись. О, тёпленькие. 29 сентября продолжается бабье лето. Тепло, хотя было и холодно пару в ней. Ветер был, дождь. Идёшь, просто слушаешь. И вот эти вот неприятности, которые, так сказать, наваливаются наваливаются на тебя. Или лучше сказать, атакуют. То есть, как правило, я никого из вас особо не вижу. Кто там отзывается на канале. Но, тем не менее, на тонком плане. Вот тут рядом все ваши посылы, всё это, знаете, касается весьма ощутимо. Весьма, весьма. И всё это надо переварить. и не сломаться. Я сейчас как-то такое чувство возникает. всё больше и больше ценить каждый день жизни. Не просто он так какой-то проходящий туда-сюда. Время кончается вот это вот впитать вот эту простую, простую, как бы сказать, красоту и радость жизни. И ощущать её, вот что как-то не то, что хочется, а вот это я переживаю. Как-то сразу ты расширяешься, открываешься, подпитываешься. А когда где-то ты уходишь в недоумении и обиду, ты сразу закрываешься от всего окружающего коконом. и всё. Продолжение следует...